здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами поговорим об акциях и скидках для наших товаров как это организовать переходим в любой наш созданный товар переходим детали и у нас здесь есть в правой части настроек нашего товара вот такие настроечки мы с вами пробегали только наличие акции скидки находится вот здесь рядом здесь ничего сложного нет если у нас например есть акция нужно ее как-то описать вы напротив акция выбирайте положение да и у нас всплывает здесь форма где вы сможете написать какой-то текст акции ну я к примеру напишу черная пятница давайте сохранимся и посмотрим как это выглядит на нашем сайте так за я захожу в товар и видно у нас акция здесь присутствует если мы посмотрим в демо моего сайта то здесь видно что расположение акции находится в другом месте ну и цвет другой цветах мы поговорим в следующих уроках давайте посмотрим расположение акции закрываем товар переходим в настройки заходим во вкладку продукт прокручиваем ниже и находим поле положение текста акции по умолчанию стоит справа делаем слева сохранить и на сайте обновляемся все акцию нас переместилась очень вот так это работает здесь какой-то может быть текст акции дальше выходим из настроек переходим в продукты переходим в продукт детали и давай теперь поговорим про скидки как организовать скидки здесь очень интересно сделано мы можем назначить скидки определенным группам пользователей что это за группы пользователей я подробно останавливаться не буду так как я уже вам говорил что у меня есть бесплатный курс там я в деталях рассказывал как вообще создаются группы пользователей и что это такое в общем смотрите скидка мы включаем положение да у нас появляется вот такое поле значение скидки мы кликаем на кнопку выбрать и у нас здесь есть все группы пользователей которые находятся в джумле по умолчанию ну вкратце я поясню например у нас есть какая-то привилегия для зарегистрированных пользователей мы можем где-то на сайте это написать что если вы зарегистрируетесь у вас там будет например на какие-то товары пять процентов скидка то есть зарегистрированные пользователи имеют группу пользователей вот она видите регистры и вы видите что напротив каждого название группы пользователей есть такое поле где мы можем просто прописать значение скидки и скидка будет действовать то есть автоматически скидка применится и сумма изменится на сайте с учетом вашей скидки которую вы зададите здесь в поле если для всех групп пользователей у вас есть например какой-то там промежуток времени скидка вы прописываете здесь везде скидку также это может подойти что вы например хотите прописать разную скидку для разных групп пользователей или это может быть так что именно для каких-то групп пользователей которые например имеют привилегии не знаю они например у вас публикуют на магазине вашим статьи вы с ними уже например заведомо договорились за то что они публикуют бесплатно статьи на какие-то товары они будут иметь скидку например вот это идитор то есть вот так это можно использовать например давайте просто протестируем посмотрим как это работает вот паблик это все кто просто зашли на сайт то есть обычные пользователи которые пришли из поисковых систем например то есть мы ставим например 10 процентов скидка то есть мы просто ставим число больше писать ничего не нужно и поставим еще вот здесь вот 10 процентов почему-то просто на паблик скидка не срабатывает срабатывает именно когда еще вот в этой группе ставим 10 процентов значение скидки поставили нажимаю сохранить закрыть нужно нажать сохранить еще и здесь все у нас товар сохранен идем на сайт внимательно смотрим вот сюда обновляю страницу и вы видите у нас изменил стоимость и над стоимостью стоит перечеркнутая цена которая была раньше если мы посмотрим в товар 71 890 мы можем увидеть вот здесь стоимость оригинальная стоимость 71 890 то есть скидка работает все хорошо также если мы посмотрим наш сайт что мы здесь можем очень красиво оформить сделать красным цветом чтобы привлечь глаз опять же о цветах поговорим позже на этом все и увидимся в следующем уроке